Давайте мы в самом начале помолимся за наших братьев и сестер, кто сегодня нуждается в поддержке в нашей молитвенной. И всем привет от Василия Семеновича и Нины Николаевны. Они передают всем здравствовать, не болеть, быть внимательными, быть осторожными. Они идут на поправку, все хорошо, слава Богу, что Бог сохранил в жизни. И еще раз я напоминаю, что нам нужно вообще всегда молиться. Ну, во-первых, не унывать и всегда молиться. И быть внимательными на всех своих путях, потому что этого никто не отменял. А уж дальше Господь сохранит нас до дня пришествия, я надеюсь, как всех. И давайте мы сейчас за них помолимся, за исцеление, за их. И еще вот сегодня звонила Алла Васечкина. Она попросила тоже нашу церковь помолиться за исцеление. Александра Рыбатиной, это вот из церкви Авнира, она детский служитель, я так понимаю. И ей сейчас предстоит операция, то есть у нее обнаружили рак в носовой какой-то, ну, полости в носовой пазухе. Вот, и они сейчас обследование проходят, и будет операция в Москве. Вот, то есть, ну, чтобы все было хорошо, за руки врачей, чтобы удалили эту опухоль. Она не нужна ей, как и никому из нас. Не нужно ничто чужеродное и ничто то, что Бог не творил. Вот, поэтому давайте мы сейчас встанем, помолимся и воспоем. Песнь восхождения. Господь, Небесный Отец, мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты хранишь всех своих детей, Господь, в совершенном мире. И где-то мы бываем невнимательными, Господь, но ангелы Твои, они хранят нас, Господь. И я знаю, что есть у каждого человека в жизни масса случаев, когда просто дьявол, он хотел убить, Господь, но Ты сохранил. И многие из этих случаев мы не знаем, Господь, но мы надеемся на Тебя, мы уповаем на Тебя, Господь. И мы просим Тебя, Господь, о том, чтобы Ты коснулся и восстановил, и исцелил наших драгоценных, Господь, Василия Семеновича, Нину Николаевну, чтобы их кости, они срослись, Господь, чтобы все было замечательно, чтобы не было никаких последствий, Господь, чтобы не было никаких побочных эффектов, Господь, чтобы не было никаких болей и последствий, Господь. Но мы просим Тебя, восстанови полностью, Господь, во имя Иисуса Христа. И мы благодарны Тебя, что Ты сохранил их жизни, Господь, жизнь их дочери, Господи Божьи. воздаем тебе за это славу и честь и также мы просим тебя господь как вот церковь твоя за александру господь который предстоит сегодня не сегодня вот в ближайшее время операция по удалению раковой опухоли благослови руки врачей господь благослови отец небесный божий и если господи мы знаем что тебе все возможно и господи мы просим тебя чтобы ты вообще ее исцелил еще до операции господь чтобы ты удалил господь все эти последствия чтобы господи это было такое явление твоей слава господь чтобы просто вот они пришли господь увидели что нет там ничего а господи что мы знаем что ты лучше хирург ты лучший ты лучший господь ты лучше из лучших господь и мы благодарим тебя одесс наш небесной благодарите бря наш бок сверху щеб handles тебя наш царь иисус благодарите оттуда святой за твое действие и твою работу в нашем сердце в нашей жизни за что ты хранишь господь ты хранишь господь ты хранишь детей своих ты хранишь нас господь благодарим тебя поклоняемся тебе превозносим твое имя отец во имя господа иисуса христа благодаря тебя наш царь и бог аминь и сегодня снова есть повод нам воспеть все вместе надеюсь никто не останется безучастным и если может кто-то в первый раз пришел или там второй раз а может быть 102 раз пришел и я просто напоминаю что мы здесь собираемся как церковь божья для того чтобы нам просто поклониться и прославить небесного отца который как мы верим и мы знаем что это истина который сотворил небо и землю который стрел каждого из нас и которого и который пришел на землю и умер за грехи наши взял наши немощи и болезни искупил нас записал наши на в книгу жизни и это повод для того чтобы нам собираться для того чтобы нам просто петь ему поклоняться ему для того чтобы нам просто вот жить с этой верой в жизни и поэтому мы это делаем и можете к нам присоединяться это замечательное время и и давайте мы воспоем за любовь бесконечную за жизнь вечную которую господь нам даровал за любовь бесконечную и за жизнь твою вечную пути истину пою за моё исцеление и спасение я тебе хвалу пою 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 и без слава 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 а я тебе слава слава и честь а я тебе слава 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 и честь аcell а а другой Кровью смытые в небеса Дверь открытую за голову и за крест За мое искупление, за грехом всех прощение И за то, что ты воскрес Поем тебе слава, слава, слава Поем тебе слава, слава и честь Поем тебе слава, слава, слава Вдвоем тебе слава, слава и честь. От грехов нас забыл, исцелил, искупил, Нас простил, изменил, спасли сил. От грехов нас забыл, исцелил, искупил, Нас простил, изменил, спасли сил. Вдвоем тебе слава, 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 Вдвоем тебе слава, слава и честь. Вдвоем тебе слава, 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 Вдвоем тебе слава, слава и честь. Слава, 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 слава и честь. Бог от грехов нас забыл, исцелил, искупил, Нас простил, изменил. Воскресил, от грехов нас забыл, исцелил, искупил, Нас простил, изменил, воскресил. Поем Тебе слава, 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 Поем Тебе слава, слава и честь. Поем Тебе слава, 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 Поем Тебе слава, слава и честь. Поем Тебе слава, 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 Поем Тебе слава, слава и честь. Поем Тебе слава, 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 Поем Тебе слава, слава и честь. Поем Тебе слава, 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 слава и честь. Будем петь, прославлять Его имя, величать. Я уверен, что все соскучились уже по совместной хвале. Кто-то уже был, в предыдущее служение кого-то не было. Я верю, что Церковь Божия, она не потерялась где-то там. Я верю, что всех Господь сохранил. И в скором времени мы сможем собираться. Будет полный зал. И как у нас обычно, и места не будет хватать. Надо будет расширяться, раздвигаться. Но слава Богу, что Церковь Божия не ограничена рамками только какого-то отдельного помещения. Церковь Божия, она не имеет границ. Она везде рассыпана по миру. И она солит, она светит, она меняет облик земли. И это классно. Давайте будем дальше петь. С неба на землю течет, Боже, слава Твоя. Это от Бога огонь сходит на меня. С неба на землю течет, Боже, слава Твоя. Это от Бога огонь сходит на меня. С неба на землю течет, Боже, слава Твоя. Это от Бога огонь сходит на меня. С неба на землю течет, Боже, слава Твоя. Это от Бога огонь сходит на меня. С неба на землю течет, Боже, слава Твоя. Это от Бога огонь сходит на меня. С неба на землю течет, Боже, слава Твоя. Это от Бога огонь сходит на меня. С неба на землю течет, Боже, слава Твоя. Это от Бога огонь сходит на меня. Ты жизнь моя наполнилась смыслом, Наполнилась радостью. Ты изменил течение жизни моей навсегда. Ты своей рукой меня коснулся, Мое сердце изменил. Духом Ты своим в меня вселился, И Ты своим огнем меня крестил. С неба на землю течет, Боже, слава Твоя. Это от Бога огонь сходит на меня. С неба на землю течет, Боже, слава Твоя. Это от Бога огонь сходит на меня. С неба на землю течет, Боже, слава Твоя. Это от Бога огонь сходит на меня. С неба на землю течет, Боже, слава Твоя. Это от Бога огонь сходит на меня. Аллилуйя! Дети радуются. То есть мы с вами. Потому что на самом деле все, что мы имеем, это приходит от Бога. И сила приходит от Бога, и огонь приходит от Бога. И на самом деле Бог, Он изливает дождь, дождь благодати, дождь богословений на нашу землю и в нашу жизнь. И без Него мы не можем делать ничего. Без Его силы мы не можем славить. Ну, мы можем, знаете, делать вид, но если нет Его силы, то картинка есть, а содержания нет. Поэтому просим Тебя, Господь, чтобы Ты всегда наполнял наш сосуд, Господь, вот своей водой живой. Чтобы эта вода живая, Господь, она текла, Господь, в нас и через нас. Чтобы, Господи Боже, мы были наполненными сосудами, Господь, сосудами Божьими, Отец. Мы, Господи, хотим, чтобы вот на самом деле, Господь, нам не казаться, Господь, но быть, быть детьми Твоими, Господь. Боже, быть теми, Господь, кто может напоить, Господь, быть теми, кто отражает Твой свет, Господь. Боже, мы просим Тебя, Отец, мы, Господи, нуждаемся в Тебе, мы хотим делать Твои дела, Господь. Боже, не просто, чтобы какие-то дела ради дел, Господь, но дела веры, Господь, то, что Ты вкладываешь внутрь нас, Господи. Мы благодарны Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты есть наполняющий, Ты есть все во всем, Господь. Благодарим Тебя, Отец. Благодарим Тебя наш Бог всемогущий. Давайте будем дальше поклоняться, прославлять нашего Господа. Бог наш всемогущий, творящий чудеса, Подарил нам землю, открыл нам небеса. И сердца ликуют, и поют хвалу. Слава, Аллилуйя, Господу, Господу Христу. Будем петь, ликовать, громко восклицать. Будем петь, ликовать, Его имя прославлять. Дорогой Господь, мне ж тебе хвала, слава, Аллилуйя. Альфа и Омега, начало и конец. Ты спаситель мира, друг наш и отец. И сердца ликуют, и поют хвалу. Слава, Аллилуйя, Господу, Господу Христу. Будем петь, ликовать, громко восклицать. Будем петь, ликовать, Его имя прославлять. Дорогой Господь, лишь тебе хвала, слава, Аллилуйя. Будем петь, ликовать, громко восклицать. Будем петь, ликовать, Его имя прославлять. Дорогой Господь, лишь тебе хвала, слава, Аллилуйя. И настанет время, и пробьет тот час. Сам Иисус на небе повстречает нас. И сердца ликуют, и поют хвалу. Слава, Аллилуйя, Господу, Господу Христу. Будем петь, ликовать, громко восклицать. Будем петь, ликовать, Его имя прославлять. Дорогой Господь, лишь тебе хвала, слава, Аллилуйя. Будем петь, ликовать, громко восклицать. Будем петь, ликовать, Его имя прославлять. Дорогой Господь, лишь тебе хвала, слава, Аллилуйя. Дорогой Господь, лишь тебе хвала, слава, Аллилуйя. Благодарим тебя, Боже, за чудесный день, за то, что можем петь в твоем присутствии, находиться здесь. И твоя милость, твоя любовь, она окружает нас, Господи. Благодарим тебя за то, что дал нам дожить до этого часа, этого времени. Сохранил нас, Господи, от всякого зла, Боже, от всякой напасти, от всякой болезни. За то, что мы живы, здоровы, мы имеем все потребное для жизни и благочестия, Господи. Благодарим тебя и за все тебе слава и честь, наш Господь. Аллилуйя. Иисус мой Царь, Иисус мой Бог, поклонюсь тебе, твой мир, покой и благодать. Слава, слава, слава тебе. Слава, слава тебе. Слава, слава тебе. И душа к тебе стремится. Слава, слава тебе. Слава тебе. На небесах и на земле. Ты на кресте распятым был, на третий день воскрес. Ты все грехи мои. И просил, спасением стал для всех, спасением стал для всех. Слава, слава, слава тебе. Слава, слава, слава тебе. И душа к тебе стремится. Слава, слава тебе. Слава, слава тебе. Слава, слава тебе. И душа к Тебе стремится слава, слава Тебе На небесах и на земле Что сравнится может с Твоей любовью вечной? Нет Тебя дороже, чудесный Бог Что сравнится может с Твоей любовью вечной? Нет Тебя дороже, чудесный Бог Ты один достоин Ты один достоин Что сравнится может с Твоей любовью вечной? Нет Тебя дороже, чудесный Бог Ты один достоин 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 Слава, слава, благодать и дождь пролился Слава, слава, и душа к Тебе стремится Слава, слава Тебе На небесах и на земле Слава, слава, благодать и дождь пролился Слава, слава, и душа к Тебе стремится Слава, слава, слава Тебе На небесах и на земле Что сравнится может с Твоей любовью вечной? Нет Тебя дороже, чудесный Бог Что сравнится может с Твоей любовью вечной? Нет Тебя дороже, чудесный Бог Ты один достоин 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 с благодарим тебя господь ты достоин ты один достоин кто сравнится может господь своей вечной любовью благодарим поклоняемся тебе наш исцеляющий бог благодарим тебя господь всемогущий царь Понимаю с верою руки в Тебе. Я принимаю все, что Ты совершил для меня. На Голгофском кресте вся слава и честь Тебе. Я поднимаю с верою руки в Тебе. Я принимаю все, что Ты совершил для меня. На Голгофском кресте вся слава и честь Тебе. Вся слава и честь Тебе. Исцеляющий Бог небеса Ты открыл для всех. Имя Иисуса превознесено превыше всего. Исцеляющий Бог. Помазание силы здесь. Глубокие воды текут от престола Его. Исцеляющий Бог. Исцеляющий Бог. Небеса Ты открыл для всех. Имя Иисуса превознесено превыше всего. Исцеляющий Бог. Исцеляющий Бог. Исцеляющий Бог. Исцеляющий Бог. Исцеляющий Бог. помазание силы здесь глубокие воды текут от престола его глубокие воды текут от престола его глубокие воды текут от престола его господь благослови заслужение благослови господь слово которое будет говориться сегодня каждого человека кто слушая сегодня или будет смотреть записи мы просим тебя чтобы ты говорил действовал открывал врачевал наставлял вразумлял господь обличал исправлял благословляем господь каждого слышащего каждого принимающего твое слово тебе слава и честь отец небесный аминь слава богу братья сестры уже если честно соскучился по церкви потому что ну так давно мы не собирались может быть я так давно не собирался ну однажды проповедовал здесь онлайн так непривычно было ты смотришь камеру обычно же как-то хочется и людей видеть потому что там где люди божьи библия же говорит там где собраны двое или трое да во имя его там он среди них и вот когда проповедуешь накапит ну на камеру и где-то и теряешься ищешь взгляд людей кого-то хочется спросить а понимаешь что спросить некого вот и опять же пользуясь случаем да ну игорь уже передавал привет от нашего дьякона Василия Семеновича так бог миловал что у меня получилось посетить его уже пару раз три раза его посещал в больнице он говорит призови так библия говорит призовите пресвитера в церкви чтобы они возложивших руки помолились и молитва веры да исцелит болящего знаете это такое благословенное время для меня было я ну так последнее время часто посещаю больницы не потому что я заболел или еще что-то вот и по работе и навещая друзей навещая наших братьев и сестер и знаете когда зашел в палату к ней николаевне вот я гнил николаевна сразу зашел говорю нина николаевна я хочу за вас помолиться вот и я возложил руки на нее стал молиться и вижу женщина лежит которая может быть ну знаете по ее состоянию здоровья осталась жить недолго и я подошел к ней говорю я хочу за вас помолиться вы не против я за вас помолюсь, и я скажу, что я много в больнице, ну, пришлось помолиться за людей, те, которые нуждались, и они не могли уже встать, и, знаете, на них смотришь, действительно, жизнь стоит на волоске, и я с такой харизмой, и с таким энтузиазмом, я хочу за вас помолиться, почему, потому что они видели, когда, ну, я зашел сразу к ней Николай, они, знаете, с порога, ну, обычно верующие иногда заходят, ну, многие стесняются молиться, для меня за счастье, потому что видеть спасенных людей, видеть тех людей, которые принимают Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя, и они, ну, идут в жизнь вечную, это действительно время благоприятное, Библия говорит, Иисус говорит, не о всем радуйтесь, что бесы повинуются вам, или, ну, там, больные исцеляются, а радуйтесь о том, что имена ваши записывают в книгу жизни, это действительно великая радость, я вспоминаю те моменты, когда я молился за больных, молился за людей, которые, может быть, только-только уже, а то им осталось немного жить, и они в лице менялись, и для меня действительно благословение было посетить Василия Семеновича, помолиться за него, помолиться за тех нуждающихся, обремененных, вот, и с такой радостью, знаете, я даже, когда за кафедру выхожу проповедовать, я не испытываю, будь здоров, пастор Сергей, мы знаем, что все у тебя хорошо, маску можешь не одевать, вот, и знаете, когда за кафедрой говоришь Слово Божие к верующим, ну, испытываешь радость, испытываешь радость, что вещаешь Слово Божие, что назидаешь братья и сестер, но когда ты молишься за людей, которые еще не знают Христа, когда они принимают Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя, то я не могу описать то чувство, те эмоции, которые возникают внутри моего сердца, вот, и, ну, к сожалению, и к радости, вот, ну, Сергей знает, Люба знает, ну, был сосед, вот тут, ну, дедушка, который жил напротив, он ушел в вечность, в нашем подъезде, где мы жили, и так получилось, что однажды он упал, и, ну, они всегда звали меня, и я чувствую внутри себя, ну, я верю, что это от Духа Святого, я верю, что это от благодати Божьей, от самого Христа пришло, и мне внутри такое прям побуждение, ну, помолись за него, ну, прямо вот, в последние, может, дни жизни, знаете, у меня внутри что, вот у него все, я поднял его, помню, на диван, я говорю, слушайте, я хочу за вас помолиться, ну, я не знаю, почему, но прямо вот побуждение за вас помолиться, он дед такой открытый, вот, ну, моряк сам по себе, вот, как Семенович у нас, он моряк, он такой открытый, рубаха парень, душа простая, он говорит, так давай, без проблем, и мы с ним помолились, мы с ним призвали Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя, вот, и он ушел в вечность, этот человек, вы знаете, когда он ушел в вечность, мне сын его сказал, да ты чего, уже сороковой день, говорит, а ты не знаешь, ну, так получилось, что я даже и не знал, но когда сын мне сказал, что сороковой день, я порадовался, что уже сорок дней, там, да, человек находится на небесах со Христом, не на кладбище, это действительно время благоприятное, что на последнее время мне все звонят, вот, что ты думаешь о последнем времени, о чипизации, то, что происходит, что делать, как жить, как церковь посещать, и самое интересное, что статистика сейчас, и мы смотрим, что церковь немножко, ну, охладевает, если, ну, честно сказать, и честно ответить, ну, каждому из нас, что церковь где-то опустила руки, где-то ослабла в вере, где-то, ну, приуныла немножко, и самое интересное, что, ну, об этом говорит Библия, что это время должно настать, и мне постоянно, что ты думаешь там о последнем времени, когда придет Христос, что будет в церкови, что не будет в церкови, что церкви сегодня делать, как жить, как проповедовать Евангелие, я скажу словами Иисуса Христа, что жатвы много, вот именно жатвы много, и людей, которые сегодня готовы слышать об Иисусе Христе, их очень много, вот очень много людей, которые сегодня открывают свои сердца, чтобы принять Иисуса Господа своим Господом и Спасителем, даже в нашем собрании сегодня есть люди, которые хотят принять, ну, Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, и мы об этом сегодня будем молиться и проповедовать людям Евангелие, и люди будут принимать Иисуса Христа. Я бы сегодня хотел вкратце, ну, прочитать Слово Божие и немножко поразмышлять над Ним. Это записано Матфея 26 глава 31 стих, и, ну, и аналогично, да, повторяется это же слово, Марка 14 глава 27 стих. Интересно, до того момента, когда Иисус проповедовал Евангелие, ходил с учениками, благовествовал, исцеляя больных, воскрешая мертвых, и настал тот момент, когда Христа нужно было взять, когда Иисуса нужно было уже предавать смерти, и Он стал с учениками Своими и сказал некую истину, ну, обращаясь к ученикам, тем, ну, к тем людям, которые думали, что они следуют за Ним, они думали внутри себя, что они настолько сильно любят Иисуса Христа, как своего Спасителя, ну, как своего друга, как своего, может быть, путеводителя, и они следовали за Христом, и даже, знаете, такие заявления делали, Христос, вот, куда бы ты ни пошел, вот туда я пойду, что бы ты ни делал, если ты на смерть, то я на смерть, если ты там, ну, в тот город, то я в тот город, ну, вот, настал тот момент, когда, ну, Иисусу надо было идти на смерть, и Он стоял с учениками Своими и заявил такую истину. А можно кого-то попросить водички налить, если возможность есть там, а то у нас наш дьякон возлюбленный, он... там я поставил бутылочку, там есть эта вода, вот, и обращаясь к ученикам, к этим двенадцати, Он говорит некую истину, некое пророчество и некое предупреждение, Он заявляет и говорит им, все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь. Как написано, поражу пастора и рассеются овцы. Интересно, что обращаясь, ну, многие ученики не поняли, да, вот, ну, в тот момент, но Иисус заявляя, обращаясь к ученикам, обращаясь к этим апостолам, говорит, знаете, всю ночь, которая наступит, все из вас соблазнятся о Мне. И как написано в Священном Писании, поражу пастора и рассеются овцы. И на сегодняшний момент, знаете, мы так часто задаем этот вопрос, Господи, а куда же рассеиваются овцы? И почему рассеиваются эти овцы? Почему сегодня, ну, вчера было столько прихожан, а теперь они рассеивались, отступили от Христа, отступили от Церкви, отступили от веры в Бога. Интересно, что Иисус, предупреждая, я хотел бы вот сказать вот это слово, что значит соблазниться о Христе, значение этого слова, что значит соблазниться? Соблазниться о Христе значит уклониться от верного представления о Нем. Что значит соблазниться об Иисусе Христе? Спасибо. И на сегодняшний день, братья и сестры, я понимаю, что сегодня большим камнем преткновения. Почему люди сегодня так ярко, с таким огнем, с таким сердцем праведным не следуют за Иисусом Христом? Потому что пришел соблазн. Когда люди приходят в церковь, когда людям говорят о Христе, когда людям проповедуют об Иисусе Христе, у них складывается неправильное представление. Так часто мы преподносим Христа, и почему Иисус говорил, что многие соблазнятся о Нем, и они соблазнились, и почему они соблазнились? Потому что они представляли Христа себе не так, кем Он являлся на самом деле. Те ученики, которые шли за Христом, посмотреть на их жизнь, что они видели в Иисусе Христе? Вот когда они пришли и согласились, Иисус, мы хотим следовать за Тобой, хотим идти за Тобой, куда бы Ты нас ни повел, что они видели в Христе? Интересно, когда Христос задает им вопрос, за кого почитаете вы меня? Одни говорили, за Илью, за пророка, другие за Яна Христителей. Кто-то говорил, за царя почитаем тебя, другие за каких-то других там мужей Божьих, но никто не почитал его как за Христа Спасителя, как за Сына Божьего. И когда апостол Петр заявляет, Ты Христос, Сын Бога Всевышнего, знаете, когда он делает такое заявление, ну я представляю, что он до конца не понимал, что он говорит. Потому что, знаете, когда Дух Святой нам открывает какие-то вещи, и мы начинаем говорить, ну не от себя, ну может быть многие из вас могут засвидетельствовать. Когда вы начинаете говорить от Духа Божьего, потом вы сидите и говорите, я никогда такого не знал, и откуда это ко мне пришло, я не могу сказать. Я никогда не читал вот этих мест Писаний в Библии, я никогда не видел вот этих слов или каких-то действий, но откуда-то из Духа Божьего, Дух Божий назидает твое сердце, и ты начинаешь говорить. И когда апостол Павел заявил, что Ты Христос, Сын Бога Всевышнего, я думаю, что Петр, я думаю, что он до конца не понимал, что он говорит, и что он вкладывает в эти слова. Он говорит, не кровь и плоть открыла тебе, но Отец мой Небесный открыл тебе. Но представление об Иисусе Христе в жизни учеников было неправильным. Они не считали Его за Спасителя, они не считали Его за Сына Божьего, они видели в Нем не того, кем Он на самом деле являлся. А что они видели в Иисусе Христе? Они видели некого начальника, потому что в то время люди всегда ожидали какого-то путеводителя, какого-то диктатора, который бы вывел их из Римской империи. И когда они увидели Христа Иисуса, когда они увидели о том, о чем Он говорит, они увидели в Нем, ну, представляете, императора. Сейчас придет мужик, который нас выведет из этого рабства, из этого гнета. И вот их представление о Христе было, что крутой военачальник пришел, крутой император, который сейчас построит свое царство. Но они не понимали, что Христос, Он не строит свое царство. Он пришел на землю, чтобы открыть таинство Царствия Божьего. Он пришел, чтобы построить Царствие Небесное и правду Его. И когда Христос умирает, они начинают рассеиваться. Почему? Потому что их фантазии, потому что их мышление, оно начинает рушиться. Так же происходит сегодня в церкви. Знаете, братья и сестры, на сегодняшний день, если посмотреть, я так часто задавал пасторам такой вопрос, с кем я общался, с кем я дружил. Я сказал, задавая вопрос пастору, говорю, слушай, брат, если на сегодняшний день ты как пастор церкви, ты как служитель церкви, тебя сегодня не станет. Куда, что станет с твоей церковью? И многие пастора, ну как бы, в таком немножко, может быть, недоумении говорили, ну, Бог усмотрит нашу церковь, они найдут, куда ходить. Но я вам скажу, вот из практики, вот читая исторические немного факты, когда поражался пастор какой-то церкви, или руководитель какого-то движения, то всегда в момент люди рассеивались. Люди рассеивались по разным местам. Кто-то уходил в православную церковь, будучи выращенным в 50-й своей церкви, поражался пастор, и люди просто-напросто рассеивались. И я задавал себе вопрос, а почему так происходит? Потому что не было правильного понимания, кто есть пастор церкви. И мы так часто, мне очень нравится, как пастор Сергей говорит, я заметил, говорит, что вот многие церквя и многие служители строят свое царство, строят свою империю, строят свои догматики. И вот у нас произошел случай, может быть, вы не знаете, даже в православной церкви на сегодняшний день, у нас есть много соборов, и каждый собор строит свое царство, не царство Божие, не царство Христа Иисуса, а именно свое царство. И вы знаете, что даже внутри тех как бы церквей столько конфликтов, столько неурадец. Я знаю много священников, каждый строит себе храм для своих определенных вожделений, для своего прихода. Но когда поражается пастор, расходится вот эта вся церковь, пропадает община, и непонятно куда девается. И вот в этот момент, когда люди приходят в церкви, когда мы людей обращаем к Иисусу Христу, мы должны понимать, мы должны людям говорить, что тебе нужно... Да, брат? Да давай после, я же говорил, что после собрания мы... Да, 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 обязательно. Мы после собрания обязательно помолимся. Не ты один, там еще люди, которые захотят помолиться. Да, да, да. Сядь, посиди, пожалуйста. Спасибо тебе большое за понимание. И в этот момент, когда мы обращаем людей к Христу, когда мы приводим людей к Христу, нам нужно говорить, людей направлять, кто есть Христос. И что, ну, как я в самом начале сказал, что соблазн – это неправильное представление человека, ну, человека о Христе, кем Он является, кто Он для нас, что Он нам дает, ну, для чего нам нужно следовать за Христом. Когда ученики следовали за Иисусом Христом, что они в Нем видели? Что этот мужик, который всегда их накормит, всегда их напоит, всегда оденет, всегда заступится. И вот этот момент, когда случилось, когда Христа распяли, когда Христа предали, они опять же схватились за голову и думают, да кто же нас теперь кормить будет? Кто же нас будет поить? Кто же на нас будет заботиться? Кто нам будет петь? Кто нам будет танцевать? И ты понимаешь, что хопа, даже вот я по своей жизни скажу, я прихожу в церковь, ну, я много церквей посетил как-то, и служил в разных церквях, и был и молодежным пастором, вот перестаешь быть молодежным пастором, и вот люди настолько к тебе привыкают, как к человеку, ты хороший, люди не привыкают к Иисусу Христу, о котором ты так часто проповедуешь, они привыкают к тебе, ты переходишь как бы в какое-то другое собрание и понимаешь, шовцы рассеиваются. Почему? Потому что у них неправильное понимание как бы вообще церковной вот этой жизни, что когда мы приходим в церковь, мы однозначно приходим к Иисусу Христу. И много, ну, даже в православной церкви я часто встречаюсь и задаю вопрос, ну, а почему ты ушел от церкви? Ну, зацепился за Николая Чудотворца, зацепился за какого-то священника, свое упование поставил на какого-то, ну, определенного человека, но самой веры в Иисуса Христа, оно не присутствует. И когда Иисус был распят, и вот этот соблазн, который возник, да, в жизни вот народа Божьего, это был только на той, ну, на той почве, то, что их подвигло к этому соблазну, что они, вот, ну, не уверовали в Христа, как в своего Господа и Спасителя, как в своего царя и священника. И я, знаете, задаю себе вопрос так часто в своей жизни, а в кого я уверовал? Ну, сегодня, да, не было у нас собрания, какой-то определенный промежуток времени. Я, как один из вас, как бы, может быть, я стал опускать руки, я стал опускать руки и говорить, ну, собрания нету, куда я теперь буду ходить, где я буду служить, где я буду петь, как я буду, ну, существовать. Я понимал, что мое упование всегда было именно на церковь, именно на движение людское. Я понимал, что вот в моей жизни, так, может быть, Христа-то и не присутствует. Я стал молиться, говорю, Господи, ну, вот, ну, на что я уповаю? Почему я соблазнился сегодня? Если честно, я стоял на таком этапе, ходить ли церковь, не ходить в церковь. Ну, все, вот, настал этот коронавирус, настали эти, как бы, соблазны, когда поразилась церковь. Я все, я соблазнился и разбежался, как многие, ну, как многие ученики. Пошел в свой дом и жил своей жизнью. Непонятно какой. И тут, слава Богу, да, там откликнулась цыганская церковь, сказала, давай, приходи, нам нужно, ну, нужно собираться, нужно служить, нужно уповать на Иисуса Христа. И в своей жизни, знаете, сейчас сижу и думаю, Господи, ну, а в кого я уверовал? Ну, за кем я иду в своей жизни? Вот я честно себе задаю вопрос, ну, для чего я хожу на собрание? Для чего я хожу в церковь? Для чего я молюсь? Для чего я пощусь? Для чего я встречаюсь с верующими людьми? И я понял, что вот, ну, в моем, вот в моих мыслях, в моем понимании, Христос – это просто та личность, которая, может быть, однажды в жизни мне помогла, ну, не стать наркоманом, не стать пьяницей. Вот это сообщество, в котором я вырос, я понимал, что я, ну, своей душой и своим телом, я не зацепился-то за Христа. Я зацепился за то прекрасное общение, которое, знаете, вот мне, ну, приводило меня вот в такой божий, ну, даже не в божий порядок, в такой этичный порядок, что я не такой, как все, не такой, как многие люди, знаете, пощусь два раза в неделю, там, отдаю десятую часть. И в этот момент, братья и сестры, я понимаю, что каждому из нас, чтобы не соблазниться и не уйти в этот мир, нужно пересмотреть свое сердце. Оно сегодня предано Христу, или оно предано просто нашему, ну, или оно следует за каким-то, ну, руководителем, за группой проставления или за каким-то, ну, лидером домашней группы. Вот. И на эти вопросы, братья и сестры, я думаю, что, чтобы нам не соблазняться и не отступать, когда поразится пастор, поразится церковь. Я знаю, что в последнее время будет очень тяжело. И Библия говорит, что многие отступят от веры. Многие будут избирать себе учителей, которые блестили слуху. Многие будут соблазняться на каких-то вопросах. А почему это будет происходить? Почему будет происходить корень соблазна? Потому что люди, верующие люди, которые называются христианами, они не зацепились за ту истинную веру, которую есть Христос. И наша жизнь, она должна строиться и вот, ну, каждый день на Иисусе Христе и говорить, Иисус, что ты, что сегодня, ну, ты для меня? Кто сегодня ты для меня? Сын Бога Всевышнего, который умер за меня, который воскрес для меня, который прощает мои грехи, который дает мне жизнь вечную. За кем я сегодня следую? За церковью, за каким-то вот, ну, другим человеком? Или я пытаюсь следовать за тобой? Я знаю, что в жизни многих верующих людей, которые поистине в свое сердце положили упование на Христа и следовали за Христом, они не соблазняются. Какие бы ситуации в жизни не происходили, есть сегодня пастор, нет сегодня пастора, есть сегодня группа, они приходят на собрание, потому что их упование это Христос. Их упование это Сын Божий. И почему, когда Иисус говорит, что многие соблазняются, потому что они неправильно, ну, те люди, которые соблазняются, они не имеют неправильный фокус, они имеют неправильное представление об Иисусе Христе. О той вере христианской, которой сегодня мы уповаем, которой мы сегодня движемся. И наша церковь, она исповедует Иисуса Господа как своего спасителя. И мы знаем, что все, что в нашей жизни происходит, происходит по благодати Божьей, по милости Божьей. Если бы не Христос сегодня в вашей жизни, в моей жизни, ну, я думаю, что многие из вас сегодня бы не сидели бы здесь и не прославляли бы Господа нашего Иисуса Христа. И знаете, я скажу, что, ну, заканчивая свою мысль, пусть ваше сердце, пусть ваши мысли, пусть ваше вот, ну, состояние духовное, оно только будет направлено на Иисуса Христа. Иисус Христос, это все сегодня, это жизнь, путь, истина, которая сегодня ведет нас в Царство Небесное. Если вы сегодня зацепитесь за человека или за какую-то церковь, в которой, ну, господствует человек, ну, не станет человека и не станет вас в этой общине. Если вы зацепитесь за какую-то идею, там, знаете, за друзей, это хорошо, это здорово, но сегодня не будет друзей, так и вас не будет потом, ну, в этом же собрании. Но если вы зацепитесь за Христа, зацепитесь за Господа нашего, что бы ни происходило, какой бы человек ушел, пришел, какой бы пастор не был бы в церкви, вы понимаете, что вы следуете за Иисусом Христом. И неважно, где вы соберетесь, в какой группе, в какой церкви, вы понимаете, что я пришел поклониться Господу Иисусу Христу. Я пришел, чтобы воздать Ему честь, славу, поклонение. И, может быть, я, знаете, с такой печалью говорю, потому что два дня последних я гулял, и я, ну, знаете, вот есть такое выражение, только, ну, дурак не ошибается. И я сидел, ходил эти два дня, гулял, очень много гулял, и я стал задавать себе вопросы. Господи, ну, я хочу быть сейчас честен. Честен по отношению себя, по отношению Бога и по отношению людей, которые меня окружают. Я прогуливался и задавал себе вопросы. Ну, какой я сегодня христианин? Какой я сегодня семьянин? Какой я сегодня работник? Какой я сегодня друг? Какой я сегодня служитель? Я много ходил и помышлял, что мне движет, что меня побуждает ходить в церковь, что меня побуждает служить людям, что меня побуждает, ну, быть там, жить с моей семьей, и, вы знаете, я стал отвечать честно себе на эти вопросы, и я понял, что, я даже, знаете, ну, так сидел со своей женой и говорил, знаешь, вот я женился на тебе, потому что надо было жениться, вот, ну, я, знаете, я вот честно ходил, почему, потому что надо, потому что в церковь мне сказала, слушай, ну, вот все женятся на верующих, и тебе надо жениться на верующих, я помню, я женился, и я в своей семье столько дров наломал, вот честно, за столько, ну, вот, за такой промежуток времени, почему, потому что в моем понимании я строил свою жизнь, как подумают обо мне люди, не как Христос мне говорит, строит, а как вот мне говорят люди, как вот, ну, как вот тот, как вот этот, как вот этот, и, знаете, прогуливаясь по улице вот эти дни, я сидел и плакал, ну, где-то я сидел, плакал, где-то просто и шел и плакал, и, Господи, ну, какой же я был, вот, ну, извиняюсь, что никогда, вот, я всегда считал, что только я не ошибаюсь, вот я все делаю правильно, я все делаю хорошо, и потом задавал себе вопрос, для чего я хожу в церковь, почему я служу в церкви, почему я там прихожу, играю там на инструменте, почему я проповедую, и, знаете, к сожалению моему, я понял, что случись что-нибудь сейчас с церковью, я останусь один, я останусь без Христа, потому что мое упование было, ну, понимаете, людское, хорошее собрание, хорошая идея, потому что в 12 лет, я помню, когда меня привели в церковь, посадили и сказали, вот здесь тебе будет хорошо, здесь есть хорошие люди, хорошее движение, хорошее песнопение, и я зацепился за это хорошее песнопение, за хороших людей, за хорошее общение, но когда это общение пропадало, я уходил, когда это, ну, служение пропадало, я уходил, почему, потому что я соблазнялся, потому что мое представление было неправильно об Иисусе Христе, и когда ученики распались, вы помните, когда два человека ишли в Имаус, они все, они соблазнились об Иисусе Христе, но Христос им пришел и сказал, ну, вы ишли за человеком, но я не человек, я Сын Бога Всевышнего, и они развернулись и пришли туда, где Христос им сказал, чтобы они там и были, и впоследствии мы видим, как бы, да, когда те люди, те апостолы, которые впоследствии, да, когда Дух Святой сошел, они зацепились за Христа, и самое интересное, когда апостол Павел учил своего ученика Тимофея, он говорил, Тимофей, вот я хороший человек, я Павел, ну, подражай мне, как я Христу, ну, держи свой фокус на Христе, держи свой фокус на Иисусе Христе, и что бы в твоей жизни не произошло, ты будешь следовать за Ним, и ты не отступишь, и когда апостола Павла предали, когда апостола Павла убили, вы знаете, Тимофей пошел и служил дальше, он не зацепился именно на апостоле Павле, и не зацепился за него, как за человека, потому что апостол Павел, и наша задача, как служители, как братья и сестер, когда мы проповедуем об Иисусе Христе, не надо говорить, какая у нас хорошая церковь, какой у нас хороший пастор, надо говорить, какой у нас хороший Христос, и людей влюблять в Иисуса Христа, и когда люди будут приходить влюблены в Иисуса Христа, поверьте мне, никакая болезнь, никакая ситуация в жизни, она не сможет отключить его от благодати и любви Иисуса Христа. Аминь. Простите, что сегодня такое. Давайте мы помолимся, братья и сестры. Да, молитвой покаяния, как я обещал. Кто желает покаяться, выходите сюда, братья и сестры. Кто желает обновить покаяние. Отставай сюда, брат. Отставай. Ты так сел, быстрее всех рвался. Покаяться. Да, слава Богу. Как зовут тебя? Серега зовут. Серега немножко сегодня пригубил. Но слава Богу, он пришел даже, будучи пригубил. Ну так это, все-то не рассказывай, просто если у тебя есть желание покаяться. Аминь. Слава Богу. Как зовут вас, сестра? Ксюша. Слава Богу. Как зовут тебя, брат? Денис. Как зовут тебя? Руслан, ты обновить, да, покаяние? Слава Богу. Братья и сестры, я хотел бы вместе с вами, да, ну, мы сейчас встанемся в церковь, чтобы вы не смущались, закроем глаза. Я бы хотел, чтобы вы, Серега, Денис, повторили за мной эту молитву. Это молитва покаяния. Библия говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Аминь. Верите, что Иисус Христос Сын Божий? Задам такой вопрос. А я хотел и в сердце свое уйти. Ну, ты потом выскажешь, мы с тобой помолимся сейчас, а потом я спущусь с тобой, мы с тобой помолимся. Верите, что Иисус Христос Сын Божий? Что Он умер за вас, был погребен и воскрес на третий день. Верите? На основе этой веры, да, вашего исповедания, давайте мы помолимся. Повторите за мной эту молитву. Дорогой Господь, я прошу Тебя, прости меня за все мои грехи. Я верю, что Иисус Христос, это Сын Божий, который умер за меня, был погребен и воскрес на третий день для моего оправдания. Я прошу Тебя, Господь, очисти меня от всякого беззакония, от всякого греха, тайного и явного, и будь моим Господом и Спасителем. Я благодарю Тебя, что Ты прощаешь все мои грехи и принимаешь меня в число детей Твоих. И я прошу Тебя, запиши имя мое в книге жизни. Аминь. Давайте мы помолимся сейчас за вас, вы не молитесь. Господи, спасибо Тебе за благодать и милость. Я благословляю сейчас моих братьев и сестер, Господь. Я прошу Тебя, благослови, Господь, Сергей, благослови, Господь, сестру нашу. Боже, благослови братьев, Господь. Боже, я благословляю, чтобы Ты укрепил их вере, Господь. Чтобы Ты укрепил их могуществом славы Твоей, Господь, милости и благодати Твоей, Господь. Боже, я прошу Тебя, наполни их сердца Духом Святым, Господь, крести их благодатью огня Твоего, Господь, Боже, мы просим Тебя, помоги им, Господь, побеждать все греховные желания, Господь, побеждать все, Господь, что не от Тебя, во имя Иисуса Христа, руководи им, Господь, и дай им, Господь, сохранить вот эту веру, Господь, во Иисуса Христа, до скончания дней, когда Ты придешь за ними и будешь их Господом и Спасителем, а мы, единый Бог, мы благодарим Тебя и превозносим наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Слава Богу, братья и сестры, приветствую вас, присаживайтесь, я сейчас, Сергей, спущусь. Приветствую вас всех, братья и сестры, рад вас видеть, так давно не виделись. И я сегодня тоже хочу поделиться Словом Божьим, и вчера я разговаривал со своим сыном, со средним, мы все тут разговаривали и говорили о вере в Бога. И я ему говорю, и хочу вам тоже это сказать, вот что самое ценное, что я получил через веру в Бога, через веру в Иисуса Христа, что самое-самое дорогое, что самое ценное, что самое важное вообще для любого человека, я получил, и вы тоже это получили, прощение грехов, то есть что мне дала вера в Иисуса Христа, то есть она меня не сделала просто верующим, знаете, вот как люди бывают, разговариваешь, ты там спрашиваешь, ты верующий, ну да, я там православный, ну чаще люди отвечают нашей стране, да, и, ну а что тебе твоя вера дает там, ну, зачастую не может даже ответить, да, что вера дает человеку. Но я хочу сказать вам, что мне вера дала то, что я получил прощение грехов, это первое. Второе, когда я получил это прощение грехов, то я не вижу это, как и не вижу ветра, который есть на улице, да, или также мы не можем видеть коронавирус, да, который, ну, заражает там, да, каких-то людей или какие-то другие болезни, мы их не видим, но они есть. Но, ну вот, и второе, это то, что через веру в Иисуса Христа я получил Духа Святого, то есть Дух Святой вошел в меня, и Дух Святой примирил меня с Отцом. Вот, то есть я раньше, у меня раньше, вот до того, как я принял Иисуса Христа и получил прощение грехов, да, у меня такой был извечный вопрос внутри меня, ну, это хотя давно уже было, мне еще, я в 19 лет уверовал, но у меня он был внутри меня, что вот если я сегодня умру, куда я пойду, сейчас я имею ответ на этот вопрос, что я знаю, что смерть побеждена, и я после своей, ну, смерти, я пойду в Царство Божие. И как-то раз даже на одном празднике, ну, таком, на дне рождения, я сказал, ну, там, коллегам по работе, ну, там было у двоих сотрудников день рождения, и я им говорю, знаете, что я хочу вам пожелать, я хочу вам, вы только меня не пугайтесь, моего пожелания, я хочу вам пожелать Царства Небесного. Обычно это желают на похоронах, знаете, Царство Ему Небесное, но Христос сказал, да придет Царство Небесное и на земле, как на небе, да, и чтобы Царство Небесное внутри вас есть. Я говорю, вот, и говорю, когда, если так случится, что вы будете на моих похоронах, ну, я своим сотрудникам сказал, вы можете мне на похоронах не говорить, Царство Ему Небесное, потому что я уже в Царстве Небесном, я говорю, уже Царство Небесное внутри меня есть, И это благодаря Иисусу Христу, потому что Он победил грех, Он победил смерть. И вот это самое-самое важное, это самое главное. И вот эту веру важно сохранить ради нас самих, потому что Библия говорит, что возлюби ближнего своего, как самого себя. И это нормально, что мы любим самих себя. И нам всегда нужно помнить о смерти, потому что смерть, она все равно когда-то придет, и она может прийти в любой момент. Но нам нужно быть теми мудрыми девами, у которых всегда есть масло, как в той притче в Библии написано, и что вот это масло, это есть масло, это как прообраз Духа Святого, что вот это присутствие Божие не терять. И не терять вот это главное, то, что мы прощены через веру в Иисуса Христа. Братья и сестры, я хочу вам сказать очень важную вещь. Я хочу сказать вам, что мы грешные, услышьте меня, мы грешные были. Не потому что мы грешили. Но и человек грешен не потому что он грешит. И он не может, это, ну вот некоторые люди, живя здесь на земле, они осознают свою греховность, и они пытаются изменить ситуацию в своей жизни добрыми делами. Но добрыми делами не спасется ни одна душа. Добрыми делами не оправдается ни один человек. Добрыми делами невозможно победить смерть. Вы скажете, что разве не важны добрые дела? Нет, они очень важны. Особенно те дела, которые Господь приготовил для нас исполнить, потому что делами человек не спасается. Но вера без дел мертва, говорит Библия. Поэтому да, мы здесь на земле оставлены для того, чтобы делать добро. И так написано, вот одно из любимых мест в Писании, в Ефесянам 2.10, где написано, что мы новое творение во Христе Иисусе созданы на добрые дела, которые Господь приготовил нам исполнить. То есть мы должны делать добрые дела, но добрыми делами не спасается ни один человек. И добрыми делами мы не можем себя искупить от грехов. И мы искуплены только благодаря вере в Иисуса Христа. Только благодаря вере в Иисуса мы получаем прощение и победу над смертью. Кто-то из вас скажет, ну я и так это понимаю. Но если ты это понимаешь, то тогда освой это еще лучше. И пожалуйста, передай другим людям. Расскажи другим людям о том, что Иисус Христос взял грехи все на себя. И что через веру в Иисуса Христа мы получаем прощение наших грехов и получаем прощение всех наших, и получаем свободу от смерти. Свободу от смерти. Да, мы когда-то физически умрем, да, все равно. Но, как говорит Библия, после того, когда явится Христос, написано, да, то те люди, которые будут на земле и встретят Его в теле, они изменятся, им дано будет новое тело, так сказано в Библии. А те люди, которые умерли со Христом, они воскреснут. Они воскреснут прежде даже, чем те, кто на земле изменятся. Им будут новые тела даны, и они будут подняты на небеса, и с Господом будут всегда. Вот ради чего нужно верить во Христа. Вот ради чего нужно хранить веру во Христа. Ради спасения своей души. Понимаете? Библия нам говорит, что толку, что ты весь мир приобретешь, а душе своей повредишь. Но это нужно осознать, это нужно понять, этого нужно всегда держаться, что спасаешься, спасаемся мы не добрыми делами, но спасаемся только верой в Иисуса Христа. Я хотел бы с вами посмотреть места Писания, и у кого есть Библия, ну, можете открыть, и в доказательство, что грех и смерть, они пришли, как они пришли в эту жизнь. Если вы зададитесь вопросом, то Библия отвечает на этот вопрос. Как грех пришел? Откуда взялся? Знаете, вот смотрите, много говорят сейчас о коронавирусе. И говорят, откуда он взялся, ну, этот коронавирус. Ну, и говорят, есть город там, Юхань, да, называется, если я правильно его называю. И кто-то там съел какую-то летающую мышь, которая была заражена, ну, этим коронавирусом. Этот коронавирус распространился по всему земному шару. То есть, и сейчас нет такой страны, да, на земном шаре, где не было бы этого коронавируса. Где-то его больше, где-то его меньше. Ну, как бы откуда он взялся? Вот оттуда. Я даже одну песенку недавно слушал, там Барда одного, он поет там, вот там, типа, китаец один. Это голодный был, съел мышь, ну, и вот теперь посадил весь мир на карантин. Ну, там, как бы так все в стихах, знаете. Вот. И вот если спрашивается, ну, вот этот коронавирус, он не такой опасный. Ну, он опасен, но имеется в виду, он там, не такая уж смертность от него высокая и все такое. Но смерть, она опасней, чем коронавирус. И откуда же эта зараза пошла? Эта смерть и вообще откуда этот грех-то взялся в человечестве? Кто его принес? И я вам дам ответ на этот вопрос. Это римлянам 5.12. Написано. Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. О ком здесь идет речь? Речь идет о первом человеке, которого звали Адам. Знаете, кто-то даже из верующих, помню, говорит, вот приду на небо, сразу ему подзатыльник влюблю, этому Адаму. Ну, я так не думаю, я так не говорю, но кто-то говорит, типа, вот зараза, через него вот это все и вошло. Так говорит Библия, что откуда пришла смерть? Откуда она взялась? Откуда взялся грех? Вы слышите? Грех взялся от первого человека. И смерть вошла тоже от первого человека. И написано, видите как, так и смерть перешла во всех человеков. Слава Богу, что коронавирус не во всех людей вошел, знаете, а вот смерть вошла во всех людей. Во всех людей она вошла. Смерть и грех вошел. Вот, если вы зададитесь, знаете, вот на сегодняшний день, а какой самый главный грех? Знаете, я бываю спрашивал, помню, когда я служил в колонии, я задавал этот вопрос, и там та аудитория, которая меня слушала, это все-таки была колония строгого режима, и где-то примерно процентов 70 там были убийцы, которые сидели за убийство. И они говорили, убийство, ну самый большой грех. Но я хочу сказать, что самый большой грех не убийство. Самый большой грех, который сейчас есть после прихода Иисуса Христа на землю, это является неверие в Иисуса Христа, как Господа и Спасителя. Вот это самый большой грех, потому что грех убийства, он прощается. И если даже вы совершили это убийство, но вы попросили у Бога прощения за свои грехи, то Бог простил вам этот грех. Он прощает всякий грех. Нету такого греха на земле, который бы Господь не простил. Есть там хулана Духа Святого, это такой отдельный разговор, но отдельная тема. И смотрите, и мне нравится местописание, которое говорит о грехе, что же такое вот этот грех, что же такое грех. Вот некоторые люди, вот давайте мы поговорим именно как Библия говорит. И знаете, написано в Иоанна 16 глава 9 стих, говорит нам следующее, что, ну даже я 7 стиха прочитаю. Но истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, там Иисус говорит, если я не пойду, утешитель не придет к вам. Если он пойдет, то пошлю его к вам, он придет, обличит мир о грехе, услышите, да? О правде и о суде. И 9 стих, о грехе, что не верует в меня. Вы слышите? То есть вы, вот я когда читаю это местописание, а Библию надо очень внимательно читать, и надо точки, запятые замечать, и надо замечать именно слово какое. Братья и сестры, что он говорит в Библии? Что Дух Святой придет сюда на землю и обличит мир о грехе. Что Дух Святой, обличая человека не о грехах, как тут написано, да? Он обличит человека о грехе. Каком же грехе он обличит? Что не верует в меня. То есть не верует в Иисуса Христа. Безусловно, Дух Святой здесь на земле обличает нас в грехах. Мы, бывает, и меня Бог много раз обличал в грехах. Я нередко согрешал словом и делом. И, к сожалению, сейчас я согрешаю. Вы знаете, и завтра буду согрешать. Я не хочу этого делать, но пока я живу в этой телесной храмине, как апостол Павел говорил, что доброго то, что хочу делать, не делаю, а злое то, что не хочу, то делаю. Кто избавит меня от этой телесной храмины? Так вот, мы согрешаем. И Дух Святой, бывает, обличает нас. Я помню как-то, знаете, вот, ну, я люблю там анекдоты рассказывать. Помню, ну, есть нехорошие анекдоты. Лучше бы я их забыл бы. Но я помню, рассказал как-то анекдот, и такое ощущение, как будто я лягушку съел. Знаете, такое, мне так противно стало вообще меня, ну, самому. И меня Господь, ну, обличил, знаете, ну, о грехе. Вот, и о моем согрешении обличил. Или помню, много лет назад еще, я еще был не женат, это было там, мне 22 или 23 года. Я был у одной, у Ольги Бахваловой, ну, вот Игорь там, ну, много, некоторые знают. И у нее брат был старший, он курил, ну, брат. Вот, и он, видимо, достал сигарету из пачки и положил там на полочку. А я к ней в гости пришел. Ну, первую очередь, ее мама стоит, она, Ольга все молилась за маму, что мама спаслась, мама спаслась, ну, как любые все хотят этого, да. Вот, и я стою вот так что-то, Ольга одевается, вот. И я взял эту сигарету, и вот так, ну, идиот, я неправильно сделал, ну, вот, я взял эту сигарету, и так, ну, взял ее и говорю, ну, что, мне идет, знаете, вот так. Я только это сказал, и меня как Господь обличит, ну, что ты что, придурок, типа, ну, такое, вот, творишь-то. Вот, и он меня обличил, Господь, я прямо почувствовал это. Но потом меня столько еще Ольга обличала, неделю, наверное, обличала, знаете, там, ты что, идиот, я за маму молюсь, и ты, вот тебе надо это, вот, мне идиот, там, ну, что, как обезьяна там, я говорю, ну, что, как обезьяна, я и есть обезьяна, говорю, ну, не виноват, говорю, не правильно. Я говорю, ну, ты знаешь, до того, как ты меня обличила, ну, вот, что я неправильный поступок сделал, я говорю, Дух Святой меня уже обличил. И что же я сделал, или что мне делать-то, вот, когда я согрешил? И знаете, что я сделал? Я сказал, Господь, прости меня во имя Иисуса Христа. Я согрешил. И слава Богу, что у нас есть вакцина, или у нас есть выход из греха. Это Иисус Христос. Потому что в другом месте Писания, видите, как написано, что смерть и грех вошли через одного человека, через Адама. Но есть другое место Писания, где сказано, но также и мир, и праведность вошли через Иисуса Христа. То есть, как смерть вошла, и грех вошел через одного человека, также он выходит через нашу веру в Иисуса Христа. И слава Богу, что кровь Иисуса Христа омывает нас, очищает нас. Потом, потом, Сергей, да, это? Сергей, потом, ладно, сейчас запиши вопросы, я потом тебе отвечу. Так вот, и поэтому смерть, она вошла через одного человека, и через Адама. И грех вошел через одного. Но также мы получаем оправдание только верой в Иисуса Христа. Только верой в Иисуса Христа. И я хочу, и на самом деле, братья и сестры, вот Библия много раз говорит, несколько раз в Иоанна написано, кто имеет Сына, тот имеет жизнь вечную. Кто не имеет Сына, на том гнев Божий пребывает, знаете. И нужно, вот самое главное, что нам нужно самим осознавать, для чего мы ходим в церковь, вот по воскресеньям. Вот для чего я прихожу. Ну, понятно, я пастор, я прихожу проповедовать. Но если я не пастор, да, был бы. То есть для чего я прихожу, да? Для того, чтобы моя вера укреплялась. Для того, чтобы получать свежие откровения, утверждения, да? Для того, чтобы обновляться. Для того, чтобы очищаться даже. Потому что написано, что мы имеем общение друг с другом, да? И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Я хочу вам рассказать, знаете, три истории. Ну, такие коротенькие истории. Одна из историй, что, ну, две истории спасения, а одна история не спасения, как бы, да? У меня, там, есть близкий друг, у него, ну, был кесть. Я его знал. Мы, этот друг мой, он был моим одноклассником, и его жена была тоже моей одноклассницей. Поэтому я его знал, ну, с класса седьмого, наверное, когда я еще учился. Потом я уверовал в 19 лет. Он знал, что он знал меня до Христа, стал знать меня после Христа. И он заболел раком. И у меня есть друг, православный священник. Вот, ну, рожденный от Бога, знающий Бога. И вот, мы одинакового роста с ним, но он такой же, примерно, фигуры. Вот, и вот этот дядя Саша, его зовут, он умирал от рака. И мы пришли с батюшкой, я его попросил одеть подрясник, одеть крест. И мы зашли к нему, я ему до этого много раз говорил, я ему говорил, прими Христа, прими Христа, потому что это единственный способ, чтобы получить прощение своих грехов, избавиться от греха и смерти. То есть, прими, это же так просто, просто сказать Богу, что Бог, прости меня, да, я верю, что Иисус за меня умер, был погребен и на третий день воскрес. И мы зашли, я на всю жизнь запомнил эту историю, он лежит на кровати, его трясет, такая предсмертная агония. Это буквально было за час, но он был в сознании. И я ему говорю, дядя Саша, покайтесь, вот здесь, там, и батюшка, батюшка стоит, ну, думаю, может, он на меня как-то не среагирует, но на батюшку-то он должен как-то среагировать, ну, тот в подряснике, с крестом, все как полагается. И я на всю жизнь запомнил его ответ. Потом. И через час он умер. Я не Бог, я не знаю, где его душа. Я не могу сказать, знаете, хотя я и сказал, что одна история не с концом спасения. Может быть, мы ушли, и Бог дал ему милость, и дал ему покаяться, и он спасся. А есть другая история, которую я недавно вам рассказывал. У меня есть там друг один, и я много, да, с ним там общался раньше, и у него была бабушка, ну, его мама, то есть бабушка, ну, уже 84 года. И она всю жизнь была неверующая. И я пришел, приехал к нему на дачу, он говорит, у меня мама вот от рака умирает, я рассказывал. И Бог, когда он мне сказал это, я услышал от Духа Святого, пойди и приведи ее к покаянию. Я подошел к ней, и она покаялась, знаете, и она родилась свыше. И я просто увидел это, я не знаю, я никак не могу объяснить это, но я там такое Божие присутствие почувствовал. И она сказала Богу, прости меня, я верю, я принимаю. Я верю, я уверен в этом. Когда она это говорила, и она говорила, Бог, прости меня, я верю, что Иисус за меня умер, что Он взял смерть на себя, Он взял грех мой на себя, когда она это говорила, то к ней пришло прощение. Буквально на следующий день она умерла, или через день. И я просто верю, у меня нет уверенности, потому что мы вообще, Библия говорит, что мы спасены в надежде, но я знаю, что она сейчас, я так верю, не знаю, я не могу на 100% сказать, что она с Господом. Понимаете, да, о чем я? И благодаря чему она спаслась, братья и сестры? Благодаря тому, что она какие-то дела делала? Нет, это невозможно. Никто не спасется никакими добрыми делами. Забудьте это. Если вы пытаетесь как-то свое спасение перед Богом заслужить своими добрыми делами, вы не заслужите его. Только через веру в Иисуса Христа. И третья история, да, о которой я хочу вам сказать, она записана в Библии, и она записана в Евангелии от Луки, в 23 глава, 39 стих, да, мы прочитаем. Один из повешенных злодеев засловил его, говорил, если ты Христос, спаси себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил, или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же. А мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисус, помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твоего. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю. Знаете, вот эта история со стопроцентным концом, ну, хэппи-энд, да, такой счастливый конец в этой истории, потому что если сам Спаситель сказал ему, что истинно тебе, что ты будешь сегодня со мной в раю, ну, здесь у меня сомнений нет. Если в одной из тех двух историй, которых я вам рассказал, в одной у меня больше понимания, что вот тот дядя Саша, он ушел в ад, хотя я не желаю ему этого, и я подчеркиваю, я не судья, я не имею права вообще об этом говорить. Во второй истории, наоборот, у меня процентов на 90, там, или 99, уверенно, что вот эта женщина, она ушла в Царство Небесное. Но в этой третьей истории, библейской истории, про этого разбойника, который был рядом с Иисусом на кресте, это история со стопроцентным, ну, исходом того, что он спасся и пошел на небеса. Благодаря чему он спасся, этот разбойник? Благодаря только веры. Мне нравится это иллюстрировать, я множество раз, когда проповедую, иллюстрирую эту историю, что вот Иисус висит на Голгофском кресте, он приколочен к кресту, и разбойник приколочен к кресту, и он наполнен грехом, он наполнен смертью. Но после того, как он сказал и попросил прощения, да, за свои грехи, то он был наполнен праведностью и святостью, и вместо смерти в него вошла жизнь. Потому что как через Адама, во всех нас и во все человечество вошла смерть и грех, так же через Иисуса, в нас во всех входит праведность, мир. И мы праведны не благодаря тому, что мы в церковь входим, знаете, не благодаря тому, что мы покрестились, не благодаря тому, что мы там иногда Библию читаем, или может даже мы каждый день ее читаем, да, или не благодаря тому, что мы молимся. И это самое ценное, что человек может иметь на земле. Вот для меня это самое дорогое. Такой есть проповедник Ульф Экман, да, я помню, он сказал, шведский, из Швеции он, он сказал, если бы Иисус Христос давал только жизнь вечную и победу, ну вот жизнь вечную, даже вот просто одну жизнь вечную, мне было бы этого достаточно, чтобы верить, чтобы переносить все тягости, страдания. Но знаете, Бог настолько милостивый, кроме того, что Он дал нам победу над грехом, Он дал нам жизнь вечную, но Он также дает нам власть изгонять бесов, Он дал нам власть возлагать руки на больных, и они будут здоровы, Он дал нам власть называться детьми Божьими, Он дал нам множество-множество различных обетований, которые связаны и с нашей материальной жизнью, и благословения, да, приходят, да, в жизнь верующих людей, и в материальной сфере, и в семейной сфере, и в душевной сфере. Он дал нам мир, который превыше всякого ума. Знаете, мне так нравится жить в безопасности, вот. И я хочу сказать вам, что многие-многие богатые люди, они тратят огромные деньги на свою безопасность, да, но при этом они со мной живут не в мире. У них много страхов, много сомнений, много-много всего. Они очень беспокоятся. Но нам Господь дал мир, который превыше всякого ума. Он дал нам радость, да, которая не зависит от обстоятельств, вот эта радость, которая внутри нас есть. Знаете, если бы вот те люди неверующие, которые еще не приняли Иисуса Христа, если бы они увидели, разглядели, вот, что нам дает Господь, то они бы никогда бы, они бы с удовольствием приняли бы Иисуса Христа. И наша с вами задача, братья и сестры, ясным, простым языком рассказать другому человеку, что прими Христа, не ради того, чтобы он к нам в церковь пришел, или в какую-то другую церковь, да просто пусть примет Христа, пусть просто получит спасение. Потому что Библия говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И наша задача простыми словами, вот, донести, да, вот это людям, я думал об этом, много думал об этом, что вот это самое важное, что мы получаем прощение наших грехов, и вместо смерти входит в нас жизнь вечная. И заканчивая, я хотел бы еще показать место Писания одно, что, прочитаю римлянам 3.23, да, написано, сейчас, 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 но мы знаем, я с 19 стиха прочитаю, но мы знаем, что законом, если что и говорит, говорит к стоящим под законом, так, что заграждается всякий уста, весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. То есть, делами закона, да, то есть, в законе написано там, не прелюбодействуй, там, не кради, ну, почитай мать и отца, да, вот это все. То есть, исполнением закона, даже исполнением святого, Божьего закона, мы не оправдываемся, не оправдаться ни одному человеку. Вы понимаете меня, да? То есть, если даже человек будет вот прилагать все-все-все усилия, вот, и он не будет, да, там, не красть, не прелюбодействовать, он не будет там лгать никому, он будет себя хранить, хранить, то он не, ну, не спасется. Почему? Потому что, если он нарушит хотя бы одну из заповедей, то он станет виновником всего закона. Как я обычно объясняю людям, вот смотрите, человека судят, ну, в суде, в мирском, за какое-то преступление. И у нас сейчас нет высшей меры наказания, но есть пожизненное заключение. И вот закон, он 900, или сколько это, 1100 статей там есть. Я не юрист, я не знаю. И вот тут такая толстая книга такая, да, и может даже не одна. И он нарушил один закон, убил трех человек. Одну статью вот в этом законе, а ему дают пожизненное заключение. Он говорит, подождите, так много всяких законов, я нарушил всего один, а вы мне даете, ну, или там ему бы в советское время дали бы расстрел, да, когда была пожизненная. Вы мне даете самое большое наказание. Так вот, законом познается грех, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. Ибо закон познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия, правда Божия, через веру в Иисуса Христа и во всех, и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его искупления во Христе Иисусе, который Бог предложил в жертву умествовления, в крови Его, через веру, для показания правды Его в прощении грехов, сделанных прежде. Да, то есть, потому что мы все согрешили, но мы, во всех смерть вошла, во всех грех вошел через Адам, но через Иисуса Христа мы получаем полное оправдание, да, и получаем Его даром, не потому что мы что-то там заслужили. Также я хотел бы вам еще в заключении прочитать вот 1 Иоанна, первая глава, вот, написано, если мы открыто признаем наши грехи, то Он простит их нам и очистит нас от всякой неправедности, потому что Он верен и справедлив. А если мы говорим, что не согрешили, то представляем Бога лжесом, а значит, Его Слово нет в нас. Вторая глава с 1 стиха 1 Иоанна. «Дети мои, я пишу вам, чтобы вы не согрешали». Видите, Он не говорит здесь, я пишу вам, чтобы вы не грешили, потому что грех – это не верие в Иисуса Христа. Он говорит, я пишу вам, чтобы вы не согрешали. Ну, то есть, это не, ну, согрешение не приветствуется, то есть, это не есть, я, как-то я, недавно этому, ну, я хожу в спортзал на тренировке, и этому тренеру, я ему сказал, я говорю, ты знаешь, я говорю, что, ну, мы говорили там о грехе, о согрешениях, я говорю, я ненавижу согрешение, я ненавижу грех. Он говорит, почему? Я говорю, потому что грех меня разделяет с Богом. А мне, говорю, так нравится жить с Богом всегда, но я чувствую, когда я, ну, я ощущаю, я переживаю это, когда я согрешаю, то я начинаю плохо слышать Бога, я начинаю терять его присутствие в себе. У меня приходят различные тревожности, страхи какие-то, какие-то сомнения. Мне не нравится так. Но когда я живу, ну, и вообще мне нравится, говорю, жить в чистом теле, чистые волосы, когда, не знаю, чистые руки, ну, это любому человеку нравится, да, и я себя хорошо ощущаю. Ну, и когда у меня чистая одежда, ну, и когда у меня чистое тело, ну, когда и моя душа чистая, а очищается душа благодаря вере в Иисуса Христа, исповедание, да, и прощение, ну, и когда мы переживаем вот это прощение, то это прекрасные ощущения, прекрасные чувства, и я понимаю, что я в этот момент, ну, нахожусь в правильном состоянии, и вы меня понимаете, да, о чем я. И вот напишено, дети мои, я пишу, чтобы вы не согрешали, но если кто из вас и согрешит, то есть до этого он говорит, что если вы говорите, что вы без греха, то вы лжете, и правды Божьей нет в нас, то есть очень важно иметь правильное состояние перед Богом, и иметь смирение перед Богом, и вот смотрите, но если кто из вас и согрешит, то помните, что у вас есть праведник, Иисус Христос, который свидетельствует перед Отцом в вашу защиту, или в нашу защиту, Он умилствование за наши грехи, и не только за наши, но и за их грехи всего мира. То есть наше оправдание, оно заключается в том, что Иисус Христос нас оправдал, ну, вот в этом заключается действие Евангелия, что Иисус нас оправдал, не мы себя оправдываем, да, тем, что мы что-то делаем или не делаем. Я хочу такую историю рассказать. Много-много лет назад у меня приехали финны, ну, финская компания, там мы продавали им металлолом, и мы пошли в ресторан, и там в ресторане, там не было стриптиза никакого, ну, там были, ну, танцы, как бы такие, ну, девушки танцевали, ну, одетые, это просто как называются, эстрадные танцы, что ли. Я сел спиной к ним, я на всю жизнь запомнил, помню, я сел спиной, и мы сидим, разговариваем с этими, ну, с финнами, и там что-то там, музыка как-то заиграла, и я знаю, и они вот, ну, сидят, смотрят на меня, один из них был русскоговорящий. Я повернулся и посмотрел, и они как накинутся на меня, ага, ты верующий, тебе нельзя смотреть, знаешь, вот, как будто они все меня, и сейчас меня вилами, на тебе, и все, и в гром, ну, как бы, вот все, поймали меня, вот, и я помню, я, ну, исполнившись, знаете, как силы Божьей, или как-то, и я им сказал, а я и не оправдываюсь этим, что я смотрю или не смотрю, я говорю, мое оправдание Христос, понимаете, я говорю, в этом мире очень много разного греха, и в этом мире невозможно вот так жизнь пройти, и вот так вот, ну, не согрешая, знаете, как говорят там, что Библия говорит, что всякие, смотрящие на женщину с вождествлением, уже, уже прелюбодействовал в сердце своем, если вот так брать, а такая, ну, то тогда все мужчины, они со мной каждый день прелюбодействуют, понимаете, ну, или они импотенты, может быть, там, или кто-то, или гомосексуалисты, ну, я извиняюсь, да, ну, просто, потому что, когда ты идешь по улице, да, и со мной какие-то, ну, происходят, или послушайте меня, если так же, вот написано, вот, знаете, убийство, серьезный грех, серьезный грех, но Библия говорит, что, Слово Божие говорит, что всякий, гневающийся на брата своего, уже убивает его в сердце своем, я знаю людей, которые очень гневливые, я знаю женщин, которые гневливые, это не моя жена, ну, я просто что-то подумать еще неправильно, и получается, и ложь является грехом, является, но когда мы здесь живем на земле, мы со мной, бывает, даже не хочешь, но солжешь, и так далее, то есть, когда мы здесь живем, здесь на земле, то есть, мы должны понять, что, ну, невозможно здесь прожить без согрешений, это не говорит о том, что, а, все, гуляй, рванина там, давай, все, грешим там, напропалую, не, 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 нам нужно хранить себя, понимаете, нам нужно хранить себя, и я храню себя, я стараюсь не гневаться, я стараюсь не смотреть на женщин, я стараюсь не лгать, но дело в том, что здесь на земле, невозможно так жизнь прожить, чтобы этого не сделать, если кто-то говорит, что типа он без греха, знаете, то Библия говорит про него, он лжец, он лжет, и правды Божьей нет в нем, это неправильное положение человека, правильное положение человека, осознать, что да, мы все находимся в греховной плоти, но мы получаем оправдание даром, благодаря вере в Иисуса Христа, если мы согрешаем, то нам нужно просто попросить у Господа прощения, и исповедовать снова Иисуса Христа, Господом и Спасителем, и снова идти по жизни в праведности и святости, и другим людям донести о том, что Иисус Христос наш Спаситель. И в заключении я хотел бы вам еще прочитать одну притчу, которая записана в 18 главе, в 9 стихе, с 9 стиха, Евангелие от Луки, у нас сегодня не высвечивается, но следующее воскресенье будет высвечиваться, написано, и сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других. Следующую притчу. То есть есть люди, религиозные люди, они уверены в себе, что они праведны, и они уничижают других людей, которые в чем-то там согрешают и так далее. Почему я, вот знаете, братья и сестры, вот почему я откровенен с вами, вообще с людьми, что да, что у меня не все в порядке, ну вот я имею в виду, нет, в целом у меня все в порядке, но что я все равно в чем-то согрешаю, потому что некоторые люди, ну и у нас это в России вообще как бы, обогатворяют, ну батюшек там, да, к примеру, ну вот православных священников, и думают, что они вообще там без греха. И когда они видят, что он что-то делает, не то, ну православных священников, то сразу такое, вау, как же так, он же священник, так вы поймите, он может и священник, но он человек, и он также согрешил, и он также относится к числу тех, кто все согрешили, лишены славы Божьей, и так же в него грех вошел, и так же в него смерть вошла, как в любого из нас. Там нету такого, не написано, исключение пастора и священники. Все согрешили, все лишены славы Божьей. Исключений нету. Нету исключений. Поэтому нам нужно иметь правильное сердце, и не быть вот таким человеком, который в этой притче описывается. Написано, я еще раз прочитаю 9 стих. сказал так же к некоторым, чтобы мы не были вот этими некоторыми, которые уверены были в себе, о себе, что они праведны, и уничижали других. Следующую притчу. Знаете, есть люди, которые уверены о себе, и начинают уничижать других. Знаете, у меня знакомый есть один, он алкоголик, ну реально такой. И его друзья говорят, вот Андрея его зовут, он говорит, вот Андрюха, когда начинает говорить, ну че круглым алкашня одна, алкоголики. Он там бывает, ну вот не пьет, месяца два, три там, знаете, держится, а потом бац и забухает. И он говорит, и вот мы уже видим, когда он забухает, ну запьет, ну забухает, да, такое слово, запьет. Когда он начинает говорить, ну че, посмотри на улицу, невозможно выйти, одна алкашня кругом там, все. Через два дня он уже сам, в стельку, знаете, пьяный. Серьезно. То есть он начинает уничижать других, вот, и смотрите, два человека вошли в храм, помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Мытарь это сборщик налогов. Фарисей это священник. Фарисей, встав, молился сам в себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи. Или как этот мытарь, да, он показывал на этого человека. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел, оправданный в дом свой, более, неже тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Понимаете? Поэтому, подводя итог, ну, сегодняшнего моего послания, я хочу сказать следующее. Все мы согрешили, все лишены славы Божьей, так говорит Библия. Библия нам говорит ответ, откуда эта зараза, под названием смерть, и грех, вошли в нас, в человечество. Они вошли через Адама и Еву, когда Адам, Адам согрешил, и через него, все-таки Еву, мне женщины больше нравится, защитить их хочу. Мужики все, все они козлы виноваты. Вот, то есть, через Адама, возьмем на него, все свалим, вот, ну, так и Библия говорит, то есть, через одного человека, через Адама, я просто шучу, но я говорю, так Библия говорит, через Адама, через Адама вошел грех и смерть в каждого из нас. Вы слышите меня, да, вы понимаете, осознайте это, примите это, но, есть радостная весть, через Иисуса Христа в каждого верующего входит, входит прощение грехов и входит жизнь вечная. Кто имеет Сына Божьего, тот имеет жизнь вечную, да, то есть, делами не оправдается ни один человек, не исполнением закона ты не оправдаешься, вот, то есть, ты не оправдаешься тем, что ты там не ругаешься, не пьешь, не куришь, ты этим не оправдаешься. Много есть, я, у меня была сотрудница на работе, она никогда, ей было по 30 лет, она в жизни не пила и не курила, и никогда даже не пробовала алкоголь, но она не была верующая, то есть, и это не делает ее праведной, то есть, праведным нас, что делает? Только вера в Иисуса Христа. Как разбойник спасся? Уверовал, исповедовал Иисуса Христа, ему гарантированно было обещано, обещана жизнь в раю. Поэтому, братья и сестры, пожалуйста, в простоте сердца, домашнее задание, на этой неделе расскажите людям о том, что Иисус взял их грехи на себя, и помолитесь с ними, простой молитвой, которую сегодня пастор Денис молился вместе с этими, с четырьмя людьми, которые сегодня покаялись и примирились с Господом. Хорошо? Простой молитвой, когда человек говорит, прости меня, Господь, на основании, что Иисус умер за меня, был погребен и на третий день воскрес. И держитесь этой веры, веры в то, что вы прощены и вы имеете жизнь вечную. И только вот эта весть о том, что ты прощен, и что ты имеешь жизнь вечную, можно, когда, можно только от одной этой вести целыми днями ходить и всем улыбаться. и быть радостным. Даже, понимаете, да? Хорошо. Пусть вас, и нас, и всех, Господь благословит. Давайте мы сейчас встанем и помолимся. Понятно вам, да, сегодня, о чем я? Главное, чтобы вы поняли, вот, что, как мы получаем прощение, что это самое-самое ценное, самое важное, да? Давайте мы помолимся. Отец Небесный, мы благодарим тебя за нашего Господа Иисуса Христа, через которого мы получили жизнь вечную и прощение грехов. Мы благодарим тебя, Господь, что ты дал нам чудное имя Иисуса Христа, через которого мы получаем прощение. И дай нам быть искренними и открытыми перед тобою, Господь. Если в чем-либо мы согрешим, дай нам покаяться и попросить прощения во имя Иисуса Христа. И ты, Господь, многомилостивый, ты простишь нам и очистишь нас от всякой неправды. И, Господь, возможно, кто-то из нас согрешил вот в это время карантина или вот сегодня или когда-либо. Мы сейчас просим тебя, прости нас. Мы снова исповедуем и говорим тебе, Господь, что мы верим, что кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Прошу тебя, Господь, дай нам жить в этом состоянии праведности. И дай нам, Господь, научи нас простыми словами во имя Иисуса Христа донести вот эту весть до других людей, что Иисус за нас умер и Он взял наши грехи и даровал нам самое ценное, что человек может иметь на этой земле, это жизнь вечную, прощение грехов и связь с Богом благодаря тому, что Дух Святой, который излит сюда на землю, Он входит в каждого из нас. Благодарим тебя, Господь, за этот чудный воскресный день, за прекрасное, очень красивое прославление, за послание Дениса, которое, да, он сегодня до нас сказал. Благодарим тебя, Господь, за спасение четырех душ, сегодня, которые присоединились к церкви. Мы молим тебя, Господь, за каждого из них, благослови их, пожалуйста, обильно, обильно, благослови их жизни, дай им стоять твердо в вере, в любви к тебе, благослови, Господь, пожалуйста, эту неделю предстоящую, все дела, которые нам предстоит сделать. Сохрани нас от болезни, сохрани нас от коронавируса, и наш город сохрани от этой болезни, область и страну нашу. Мы молим тебя, Господь, за спасение всех людей в нашей стране, благословение всех людей. Мы благословляем президента нашей страны, все начальства и власти в нашей стране. Мы просим тебя, Господь, освободи нашу страну от всякой власти духовных, бесовских сил, духовных сил, которые господствуют в воздухе. И мы приказываем всякой нечистой силе убираться прочь из нашей страны, всякой болезни, всякой немощи. Мы приказываем всяким духом наркомании, алкоголизма убираться прочь из нашей страны, всяким духом неверия и всем злым силам, которые противостоят проповеди Евангелия. Во имя Иисуса Христа мы просим тебя, Господь, убери эти все нечистые силы и мы, также имеющие власть, именем Иисуса Христа приказываем убираться всякой нечистой силе. Я прошу тебя, Господь, благослови, пожалуйста, исцели сейчас каждого человека. Если вы, братья и сестры, если вы чем-то сейчас больны, пожалуйста, возложите руку. Ну, если на больное место, ну, если у вас, ну, просто, может, несколько мест, положите просто в область сердца. Положите, и мы сейчас, я сейчас помолюсь за ваше исцеление. Во имя Иисуса Христа я приказываю тебе, скажите за мной, во имя Иисуса Христа я приказываю тебе всякая болезнь и всякая немощь убирайся прочь из моего организма. Я, как у верующего Христа, возлагаю руки на больное место и приказываю всякой болезни и немощи убираться прочь. Также всякому нечистому духу прямо сейчас я приказываю убирайся прочь. Убирайся всякий страх, всякая немощь прямо сейчас во имя Иисуса Христа я провозглашаю полное божественное исцеление. Благодарю тебя, Отца, Сына из Святого Духа. Аминь. Аминь. Пусть вас Бог благословит. Если какие-то вопросы есть, подходите, спрашивайте. И следующее воскресенье у нас также в два часа. Братья и сестры, напоминаю, что в семь утра у нас есть здесь молитва, утренняя молитва. Поэтому приходите, да, будем рады, будем молиться, общаться. Пусть вас Бог благословит. До свидания. Да, вечеря будет в следующий выходной. В следующий выходной у нас воскресенье будет вечеря. Субтитры создавал DimaTorzok